Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Это наш 13 виноградный сезон и 14 мая на дворе. Сегодня мы посмотрим, как выглядит наш виноградник после заморозков. Немного исходных данных. Общая коллекция наша составляет порядка 250 сортов и гибридных форм, расположенных на двух участках. У нас есть маленький дачный участок, 6 соток, где начинался наш интерес к виноградарству. И второй участок деревенский, на котором сейчас я остаюсь и снимаю. Здесь виноградник молодой. Лозом здесь самым старшим, третий год пошел. Дальше, что вообще происходило с погодой? С погодой происходил, как я это называю, полный армагедец. Порядка двух недель были ночные заморозки. И даже правильно это назвать не заморозки, а морозы, когда отрицательные температуры держались на протяжении всей ночи. Но мы об этих условиях поговорим конкретно про каждый участок. Значит, на этом участке все было довольно неплохо. Мы, скажем так, физически заметили. Мороз, мы уже не вставали, не мерили температуру, не смотрели. Две ночи, точнее два утра, был иней. Ну, одно утро было вот прям такой заметно-заметный. И второе утро, буквально пару дней назад, легкий иней по траве тоже был. Ну, как бы в остальном, именно так вот глобально заметно не было. Ну, мы смотрели за прогнозами погоды, причем не просто прогнозы, мы смотрели вентускай, температура на почве. Ну, здесь прогнозировали примерно до минус трех, вот так. Ну, и сейчас посмотрим, пройдемся, что у нас здесь. И потом также будут кадры с дачного участка. Раскрывать мы начали еще вчера, но поскольку много еще других работ, много всего. Вот там еще все беленькое, да, там все под укрытием. Вот так у нас было все укрыто. Материал часто спрашивают, что это за материал. Это синтетический ватин, по факту это прошитый синтепон. Отходы швейного производства. Плотность 200 грамм и сшит в одеялко в два слоя. Сразу один ответ для всех тех, кто пытается получать, что вы это делаете неправильно, надо было так, надо было сяк. Такой тип укрытия и такой способ мы используем не один год. И все всегда прекрасно срабатывало, защищало, ну, даже при довольно сильных морозах. Но в этом году что-то пошло не так и не только у нас. У многих виноградарей и различные типы укрытия, и домики, и спонгонда широко растянуты. И такие охваленные каналы, и даже укрытия на земле не дали стопроцентной защиты. Все равно есть виноградари, у которых так или иначе что-то прихватило даже при таких способах. Ну, вот это я вам уже показывала. Здесь у нас пристеночек возле дома, технари. Здесь итальянцы, мускат монзони слева, и справа я вот не помню, Рибо или Марселан. Ну, смотрите, да, да, здесь помезло. Ну, мускат монзони вот снизу хватает живого. А здесь просто сейчас медленно камеру веду, чтобы не велькало изображение. Вот в начале этой плодовой стрелки такие замечательные побеги с плодушками. И вторая стрелка. Там вообще все замечательно. Также напоминаю, что вообще-то это трехлетки. И вообще-то мы должны были осенью их обрезать. Две стрелки, да, два вот этих побега на две почки. Но мы оставили всю длину, так что здесь, опять же, потери вот там не критично. Ну, и по этой же шпалере, сейчас пройдем дальше. Вот это интересный экземпляр Каталония. Забыла показать Каталонию на даче. Ну, хотя тоже я ее показывала, когда рассказывала про первые заморозки. Судьба у этой Каталонии такая, вот, которая перед нами немножко сложноватая. Мы забирали взрослый куст. Вот, причем так получилось, что мы его забрали, понятно, да, что там, ну, большие повреждения корневой, да, никто там не стремился и прям с огромным комом выкопать. Плюс у нас не было времени, но еще недели-две он провалялся в сарае. Ну, там чуть-чуть увлажненный. Потом был высажен, вот, выпустил один побег, да. Расти начал поздно. Тем не менее, вызрела лоза. Вот, видите, вот сколько оставили, да. Вот столько вызрело. Ну, и сейчас тоже ничего абсолютно не пострадало, все целенькое. Здесь у нас начинаются технари. Ну, тут вообще все хорошо, все живое. Да, пока что большая трава. Косить не успеваем, потому что очень много работы, очень много всего только сегодня открыли. Ну, вот здесь все вообще хорошо, все живое. Ну, вот у этого кустика, вот, в районе проволоки пару почек повредилось. Ну, есть, он прекрасный, почки снизу уже с плодушками. Проходимся дальше. Здесь тоже все замечательно. Ну, вот, вот, единичная почка пострадала. Дальше по лозе есть, тальминский. На второй плоскости есть почки. В другую сторону тоже есть. Ну, там дальше вообще какая красота. Ананасный тут выдал. Ну, ананасный чуть-чуть постарше. Мы его садили двухлеткой. Поэтому тут вообще, да, как все красиво. И в одну, и в другую сторону все целенькое. А вот здесь, смотрите, какая красота. Хасанский Боуса. Здесь у нас Вильдер пересекается. Вот такое вот все замечательное. Ну, вот какой-то участочек. А здесь Вильдер и Вейленд. Вдруг навстречу другу идут. Да, вот есть повреждения на одной плоскости. Ну, видите. Второе, это более чем компенсируется. И дальше туда тоже. Тоже все хорошо. Это у нас Симоне молоденький, который переехал сюда. Ну, вон одна почка верхняя подмёрзла. Все остальное прекрасно себя чувствует. Переходим в следующий ряд. Пино урожайный. Тут вообще все замечательно. Вот. Подушечки красивенькие. Ну, вот может быть. Здесь какая-то почка подмёрзла. Нагрузки того, лечим на куст. Вот здесь Олег, который диамант. Тоже с ним все замечательно. Вот это у нас памяти Домковская. Слабоватенькая. Вот верхние почки помёрзли. Ну, там снизу. Вон. Хватает всего и плодоносит тоже будет. Вот здесь, смотрите, тоже. Тоже все хорошо. Конечно, побеги теряются на фоне зелёной травы большой. Ну, ничего страшного. Вот здесь нижние хорошо. Верхние там чуть-чуть что-то подмёрзло. Кусты молодые тут. Нагрузить их хватит более чем. Вот здесь тоже, смотрите, интересно. Побеги, побеги, побеги. Все хорошо. Потом вот две-три почки вымерзла. И потом опять все хорошо. Вон и с плодушками, и двойники. И двойники с плодушками. Это Бриана, по-моему. То есть, все замечательно. Ну, здесь, да, вот. Две вымерзла. Ну, они нам там и не надо. Вот дальше. Шикарный. Как раз для формировки прекрасно подходит. Переходим к столовикам. Это у нас Боровисима. Много хороших почек. Ну, вот. Вот, возможно, немножко что-то подморозило. На плоскости, которая ближе ко мне. Ну, не критично. Опять же, да. Кусты молодые. Нагрузить выше крыши будет чем. Я уже даже сорта больше не буду называть. Потому что не имеет смысла. Вот тоже. Все замечательно. Вот здесь побеги снизу живые. А выше, может быть, проблемы с возреванием лозы. Да, проблемы прошлого сезона. Ну, вот там. Вот, все хорошо. Здесь такая же история, да. Снизу все хорошо, а выше просто не раскрылось. Не в морозе здесь дело. Вот тоже, смотрите, какие красотульки. И другие почки не открылись. Эти открылись вон с подушками. А вот тоже какой красавчик. Вот сколько всего. И вот этот кустик тоже вам показывала. Когда рассказывала, что делать, если померзла. Ну, тоже вот они. Подмерзшие побеги. Ну, а дальше идут не подмерзшие. Смотрите. Вот. 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 И урожай здесь будет. Так что вот потеря этих пару почек. Вообще никакого значения. В данном случае для нас не имеет. Ну, вот это, скажу, это Антоний Великий. В теплице показывала, да, на дачном участке, что частично подмерз. Здесь вообще все замечательно. Посмотрим, вот как он будет себя проявлять в открытом грунте. В принципе, цель его перевести полностью на открытый грунт. А вот это малыши, которые были присыпаны землей. Вот сейчас мы их откопали. Видите, какие ростки. Ну, здесь чуть меньше по размеру. Здесь вообще вот так. И раскопали, ну, буквально несколько часов назад. Еще было очень активно яркое солнце. Ничего им не сделалось. И прям на глазах листик вот начинает как бы краснеть, а потом зеленеть. Прошло больше суток. И смотрите, ничего страшного с этими белыми побегами не сделалось. Вот еще один. Ну, вот начинает чуть-чуть как бы краснеть листики. У них вечером немножко были. И сейчас вот начинает чуть краснеть. Ну, яркое палящее солнце, высоко стоит, а ничего не делается. Малышей, то есть посадки прошлого года, мы накрывали землей. Вот такими курганчиками. Приближаю поближе. Смотрите. Вот он уже вышел за пределы своего укрытия. И, конечно, теперь откапывать его надо очень аккуратненько. Вот видите, какие тут уже побеги. Вот еще один такой же. Тоже выбрался своего укрытия. Почечка наверху. Вот, откопалась снизу. Еще одна. Ну, даже не самые яркие примеры. Сейчас самые яркие посмотрим. Вот. Побег над курганчиком. Сейчас же чуть-чуть копнем. Мне, конечно, неудобно в одной руке камеру держать в другой. Откапывать. Ну, вот видите, побег почти 10 сантиметров. А, по итогу, вот сколько тут еще красоты. Вот уже красотульки. Только вылезли. Прямо. Прямо их несколько. Тоже смотрите, какие. Аккуратненько подостать. Вот они какие. Ну, конечно, откапывать все это, на самом деле, очень тяжело. Что тут нам ломать. Ничего не повредить. И очень долго. Сейчас мы находимся на дачном участке. И традиционно, прежде чем мы пойдем посмотрим, оглашаем условия. Что здесь было. Здесь мороз был гораздо сильнее и жестче, чем на участке деревенском. С конца апреля морозы шли до 12 мая. Последний заморозок был с утра 12 мая. Ну, если последние это были, можно сказать, что заморозки, то до этого были настоящие морозы. Самая минимальная температура, которая была зафиксирована, это было минус 5. Причем морозы стояли на протяжении всей ночи. Если там чуть ли не с полу ночи, уже было минус 3. И вот под утро было минус 5. У меня здесь были знакомы, поэтому они все это мерили. И мы знаем точно, что замерзала вода в трубах. То есть условия суровые. Причем, повторю, что это было не одну ночь. Это было с конца апреля и по 12 мая. То есть практически 2 недели. Такой же тип укрытия. Ну вот, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ядвига Гайлюнаса. Здесь у нас халка. Ну вот, смотрите, на одной плоскости шпалера вообще все супер и замечательно. На второй плоскости, которая ближе ко мне, несколько хуже. И, смотрите, нет какой-то четкой закономерности. Вот почка погибшая, вот почка погибшая. А вот две живые. Причем с разных сортов. Вот это у нас Галант идет. Вот идет Ядвига. Нет, это даже не Ядвига, это Ханка. Ядвига туда пошла. И видите, вот они сохранились. Рядышком погибшие. Дальше Галант в ту сторону тоже. Да, где-то погибла, где-то все. И зелененькое, и красивое. И зелененькое, и красивое. Вот во вторую сторону Галант несколько хуже. Вот здесь нулевой куст. Вот сюда идет Маскат Бау. Видите? Пока они большие почки, только просыпается. Ну, в общем-то, все с ним хорошо. Вот это ряд Прибалтов и Солярис. Здесь вообще все замечательно. Да, где-то есть единичное повреждение, но с учетом нашего запаса почек все равно будет нормировка. Поэтому вот вообще не критично. Вот это рожки Нитурана. Первый, вот в конце апреля, морозик он выдержал. Вообще все было хорошо. Я заглядывала сюда. Ну, вот второй не совсем, хотя тут есть и живые почки. Ну, есть что-то поврежденное, но часть есть живого. Опять же, не критично. Вот чуть ниже спустимся. Да, вот тут вообще все хорошо. На второй плоскости тоже все неплохо. Вот там у нас на той плоскости Макузани. Ему навстречу идет Лондонуар. Ну, та плоскость. Вообще все замечательно. На вот этой плоскости несколько хуже. Ну, тоже не критично. И смотрите, опять же. Вот, казалось, вы возле стойки должно было приморозить. Да, хоть бы что. Вот рядышком, вот рядышком прихватило. Вот вторая сторона тоже. Вот та плоскость. Ну, возможно, там немножко сработал эффект. Теплица как при стенках, хотя тоже есть и вот на этой плоскости кое-что живое. Самая лучшая, самая образцовая шпалера. И здесь повреждений вообще ноль. Аркадия супер экстра здесь. И интрига ранее. При стенок, скорее всего, тоже сыграл здесь свою роль. Зилга. С этой стороны все хорошо. Там дальше немного есть повреждений. Вот здесь я обращаю внимание на размер побегов. Если бы мы держали всю эту красоту на земле. Смотрите. Вот мы укрывали в один слой, да? А зимнее укрытие, оно предполагает два таких одеялка. Так вот, если бы мы держали вот эту красоту на земле. Эффект теплички, да? Эффект разгона куда? Ну вот, если оно привязано вот такое, то что было бы на земле? Как это все поднять? Это колоссальный труд и очень много времени. То есть мы для себя, когда вот все эти советчики, да? Надо было делать так, надо было делать так. Повторяю, что мы подбираем максимально для нас. Под нашу загрузку, под наши силы, под наши возможности, под наше время. Ну все, мы для себя выбрали это оптимальным вариантом. Потому что если там укрытие у нас заняло два с половиной часа вот этого участка, да? Раскрытие и подваска тоже там пару часов. То вот такое вот все мы бы поднимали ну несколько дней. У нас этих нескольких дней просто нет. Еще раз повторяю, что мы выбираем то, что подходит именно нам. Ну вот здесь я уже показывала, да? Кишмиш-находка. Вот у него почки померзли. Здесь идут навстречу ему лозы зигиребы. Там живенькие почки. Вот сюда тоже идут зигиребы. Навстречу ему сеня. Ну и здесь все хорошо. Еще же надо учитывать прошлый год. Когда очень рано начались морозы, да? Когда были проблемы с возреванием лозы. Поэтому сейчас мы тоже можем видеть, что не все почки просыпаются. Ну, дело наше виноградное такое, что как бы мы, например, весной видим еще и последствия предыдущего года, предыдущего сезона. Еще хотела показать одну вещь. Смотрите, специально не раскрывали. Возле беседки вот здесь мы видим, да, накрыто шалашиком. А вот здесь шалашиком не получилось, потому что натянуты веревочки. Вот там у нас пространство. И с той стороны вот за сеткой ничего не было. Это сейчас укрытие снимали, да? Поэтому пока поскладывали в беседку. И вот сейчас я вот это сниму. Посмотрим, что там. Вот смотрите, сняла укрытие. И здесь все замечательно. Все зелененькое, все живое. Если где-то единичная почка погибла. Ну, может и неплохо. Предварительно проломкой сделано. А вот тепличка. Вот здесь уже этот краешок показывала тоже в конце апреля. Тоже было здесь накрыто. Плюс теплица, да, которую закрывали на ночь. Ну, и повреждения усилились. Тем не менее, опять же смотрите. Зеленые побеги есть. Дальше тоже вот Антоний Великий. Вон крайние побеги пострадали. Вот даже дальше, да, видно там. Один пострадал. А дальше все хорошо. Но за Антонием мы вообще не волнуемся. Потому что Антоний точно плодоносит на замещающих побегах. Уже мы это знаем. Один год мы это видели. У нас краешек подмерз. И все там было замечательно. Грозди были по размеру практически такие же. Ну, чуть-чуть отставание в сроках созревания. И с другой стороны это теплица. Поэтому вот вообще не критично. Вот с этой стороны одесский сувенир. Поздно просыпался. Я показываю, что только-только у него там на момент конца апреля открывались почки. Вот уже повыпускал соцветия. Даже, смотрите, на пасынках вот. Вот этот побег, да. Вот это пасынок. И смотрите, что здесь, да. Какая красота. Ну, вот есть там тоже. Ну, две почки повредились. Не страшно. Вот в ту сторону все хорошо. Вон там прививка сенатора. Ну, чуть-чуть вот посерединке. Пару побегов смёрзло. Остальные живы там. Грозди видны. Ну и какие из этого всего напрашиваются выводы? Первое – это место расположения участка. Смотрите, у нас между двумя участками расстояние по дороге 30 км. По прямой оно гораздо меньше. Это всё один район. Тем не менее, в одном месте было вот минус пять, да. В другом месте мы присутствую здесь ночью. И здесь, ну, не особо этот мороз и заметили. И вот, это рядышком, да. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот там у кого-то по республике не помёрзло, ну, кому-то просто повезло с участком. Есть такие счастливчики у нас в стране, кто вообще вот сейчас ни заморозков этих, ни морозов не ощутил. Ну, вот так им повезло с их труарами. Второе. Ну, на прогноз погоды надейся, а сам не плашай. Потому что прогнозы погоды у нас стандартные показывали одно. Но, по факту, было совсем другое. В том числе и на почве. Даже где-то заморозки не особо прогнозировали какие-то ночи. А они были и очень сильные. Ну, вот мы пользовались Ventus Sky. Более-менее, как бы он показывал адекватно. Ну, уже тоже в прошлом видео, когда я показывала про заморозки, спрашивали, а вот как там сравнить, а вот так, так. Ну, у нас нет метеостанций, да. Мы уже не занимаемся такими детальными измерениями. Мы понимаем, что это тот источник, который нам дает наиболее точную информацию из всех доступных. Третий тип укрытия. Много всяких разных было споров, много комментариев, советов. Но, зная как бы обстановку, да, ни у кого не сработало укрытие на 100%. А там, где оно сработало на 100%, там практически заморозка не было. Потому что померзло и в смонгондовых шалашах, померзло и то, что вот закрывалось на зиму при земле, да. Все равно где-то какие-то повреждения были, больше либо меньше. То есть, тут вопрос был даже не столько в укрытии, а в поражающем факторе. То есть, если мороз был большой, то и повреждения так или иначе были. Тот, у кого как бы на 100% сработало, это те, кто ставил свечки, это те, кто прокладывал термокамеля. Ну, давайте говорить откровенно, да, для этого надо быть на месте, да, иметь возможность все это во время контролировать, регулировать те же свечки, тушить, зажигать и проще и проще. Напомню, у нас два участка, у нас нет на это ресурсов. Кроме того, смотришь коллег, да, и кто-то говорит, ну, вот здесь вот подмерзло, потому что укрытие касалось побега. Наше укрытие, оно все касалось побегов. Все абсолютно, оно висит вот как белье. Тем не менее, поражение вы видели, да. То есть, 100% поражений практически нет ни у кого. Да, где-то местами что-то померзло, но где-то местами вообще выжило абсолютно все. Чем это можно немножко объяснить? Само это укрытие, оно, ну, как бы не везде одинаковая плотность. Все-таки это не специализированная вещь, да, а это отходы от пошивочного производства. Поэтому вот они дают там плотность 200. Ну, на самом деле, где-то она больше, где-то она меньше. Одни партии мы покупали, он там вообще плотный, другие покупали он более тонкий. То есть, ну, в этом есть нюансы. Ну, как бы в нашем случае ничего страшного, ничего критического. У нас есть запас почек. И, кстати, вывод, запас почек наше все. Потому что заморозки, зимой, когда зимой, да, там мышки придут, что-то поедят. Кроме того, неблагоприятные осени проблемы с вызреванием лозы, они тоже могут давать определенные негативные последствия, да, когда просыпаются не все почки. У нас есть запас, у нас все хорошо, но об этом мы поговорим отдельно. При стенке замечательная вещь. Тоже знаю от коллег, что у кого-то в при стенках, например, даже укрытой, ну, ничего не померзло. И если в ролике, где я рассказывала про виды формировки, шуткой говорила о том, что вот такое вот, как на Канарских островах, загородки, да, это как раз таки способ выращивания винограда для севера. Ну, те, у кого вот немножко с чувством юмора плоховато, то, ну, не обязательно, что на земле держать лозы, да, мы можем их выращивать стандартно. Смысл вот именно в этой загородке, да, так вот теперь думаю, что это имеет смысл. Ну, понятно, да, что это очень трудозатратно, затратно финансово, но если кому-то вот захочется сделать на своем участке и тепло, и хорошо, да, и красиво, то вариант рабочий. Особенно вот с такими веснами и с такими осенями, как у нас последние пару сезонов. Ну, и, конечно, для себя мы понимаем, да, что наше укрытие, какое бы оно хорошее не было, легкое и быстрое, да, то оно тоже не работает на 100%, можно видоизменить немножко саму систему укрытия. Как бы не на каждую проволоку вешать, а сразу на две домика. Единственное, что надо будет запастись зажимами, чтобы вот эти вот одеялки между собой соединить. Ну, тоже на наши объемы зажимов надо много, потому что есть смысл как бы позаботиться заблаговременно, потому что за сутки, за двое, когда ты видишь прогноз, это уже нереально. Ну, вот над этим как бы есть смысл подумать. Еще важный момент – это задержка вегетации. Множество копий об этом сломано, надо ли разгон, и у каждого свое мнение. Мнение наше. В нашем регионе, вот если бы мы могли сдержать рост, лост до 9 мая, вообще было бы все замечательно. Там эти пару дней, грубо говоря, никакой бы нам погоды не сделали. И все вот эти вот мифы, что мульча задерживает пробуждение лоза, задерживает прогревание почвы, надо разгоны. Вот если надо разгоны вот после 9-го, вот тогда да, можно. А раньше этой даты, вот всеми возможными способами, если бы можно было сдержать вегетацию, было бы замечательно. Потом приходит нормальное тепло, и все, растение свое добирает, не поврежденное, да, и мы не тратим силы. К сожалению, вот у нас не получается, да, сдержать эту вегетацию, но если бы мы могли это сделать, ну, это было бы очень классно. Ну, в общем-то, да, поражение есть, но для нас это не особо критично. Скажем так, первая проломка, первая нормировка, ее провел мороз за нас. Да, хотелось бы это сделать самим, но так вышло, значит так вышло. Тем не менее, какой-то урожай будет, а может быть даже и неплохой. Будем надеяться, что это были последние погодные неприятности в этом сезоне. Ну, еще пару слов тем, у кого лоза померзла сильно, да. Было предыдущее видео, где я рассказывала, что делать. Но, повторю еще раз, не расстраивайтесь. Виноград, растение очень живучее. Он пойдет расти из замещающих почек, да. Будут некоторые нюансы по уходу в этом сезоне. Но, в общем-то, можно и урожай получить, и все еще может быть хорошо. Поэтому не расстраивайтесь. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.